А теперь заключительный аккорд анонса фестиваля. На студии начальник управления по делам культуры, физической культуры и молодежной политики Елена Борисовна Уманская. Добрый вечер. Добрый вечер. Елена Борисовна, ну как оцениваете готовность города к фестивалю? Сегодня пятница, завтра старт. Ну, мне кажется, что немножко диссонансом в наши планы, как всегда, вмешивается погода. Но, опять-таки, учитывая северные условия нашей страны, не надо, наверное, на этом акцентировать внимание, а нужно настраиваться на хороший весенний такой лад. И впервые за столько лет, 8 марта, мы отмечаем фактически четырьмя выходными днями. И, вы знаете, в прошлом году замечательный прошел фестиваль, фестиваль народно-художественных промыслов Подмосковья. И в этом году у нас замечательная возможность провести этот фестиваль. Именно сейчас стартует программа в преддверии женского праздника и дальше совпадает с Масленичной неделью. Елена Борисовна, вот второй действительно фестиваль. Какие-то будут особенности, в отличие от прошлогоднего? Особенность прежде всего в продолжительности, потому что четыре дня выходных, и мы их используем тоже для культурной программы. Вот пятого числа завтра мы приглашаем всех принять участие в открытии торговой ярмарки на Советской площади в 12 часов дня. Шестого числа, в воскресенье, мы открываем выставку по народно-художественным промыслам в два часа дня в выставочном зале Карапаева. А седьмого числа в парке Сестрорецком у нас стартует программа, которая как раз и связана с Масленичной неделью. И учитывая, что это праздничный день, и седьмого и восьмого программа будет проходить в три часа дня. У нас в предыдущие все годы мы отмечали Масленицу все-таки в вечернее время. А вот в этом году будет дневная программа. И только когда будут рабочие дни, 9, 10, 11, у нас фактически программа начинается вечером. 12 марта детская Масленица на Советской площади. И 13, в прощенное воскресенье, мы завершаем свою программу в Сестрорецком парке. Вначале у нас будут спортивные соревнования в 11 часов. А затем в 15 часов приглашаем всех принять участие в концертной программе. Отличительные черты еще в том, что у нас начало и окончание Масленичной недели ознаменуются выступлением профессиональных артистов. Вот седьмого числа у нас в гостях профессиональный коллектив, это казачий хор. И 13 числа этно-шоу группа солистка Анна Сизова. Где их можно будет услышать? Значит, в 3 часа, я повторяю, седьмого числа в Сестрорецком парке и начало в 15 часов в Сестрорецком парке 13 числа. Но вы знаете, у нас очень интересно будет открытие выставки. Мы, во-первых, номинируем, что покажем народные промыслы не только Подмосковья, но и России. У нас в этом году география тех людей, которые будут принимать участие с точки зрения именно народных художественных промыслов, гораздо шире. И они будут принимать участие в торговой ярмарке и вот на открытии выставки. И в открытии выставки у нас участвует замечательный коллектив из нашего Подмосковного колледжа в Талдоме, где, кстати говоря, готовят специалистов по народным промыслам. Такой ансамбль студенческие заигрыши. На мой взгляд, будет очень интересная, яркая программа. Елена Александровна, действительно, программа очень разнообразная, очень яркая. А вот как думаете, насколько клинчане активно принимают участие? Насколько приходят? Семьями, поодиночке? В последнее время мы отмечаем, что все больше интерес вызывает именно семейный отдых. И мы это очень приветствуем. Поэтому в программе мы всегда ориентируемся на разный возраст наших посетителей. И я надеюсь, что в этом году мы точно так же, так сказать, будем вместе с нашими жителями проводить вот эту масленичную неделю. Это и веселые игры, это и веселые старты, это и перетягивание каната, это и гири, это и песни, это и танцы. И говорят так, что как мы подготовимся вот к Великому посту, так он и пройдет. Мне бы хотелось, чтобы, учитывая, что это все-таки очень такой праздник серьезный для нас всех, потому что впереди Пасха, которую мы все будем ждать, вот хотелось бы, чтобы, конечно, весельем мы проводили масленицу, были удовлетворены своими результатами и в работе, и в жизни, и с легкостью прошел Великий пост. Спасибо, Елена Борисовна, что сегодня пришли к нам в студию. Я думаю, завтра клинчане присоединятся и всю неделю получат большое удовольствие от тех мероприятий, которые вы подготовили.